Симферопольское водохранилище действительно изрядно обмелело по сравнению с прошлым годом. В отличие от 2018-го, сегодня обнажились берега и почти высохли водомерные столбики. Такая же ситуация и с другими крымскими водохранилищами. По официальным данным, их запасов должно хватить лишь до марта. Однако люди не переживают по этому поводу. Верят в лучшее. Оно уже не первый год так. По крайней мере, у нас центральный водопровод и вода есть. Сколько лет я уже с такими ситуациями сталкивалась. Пересыхали. И даже с дороги Ялтинской не видно было воду. Там кусочек лужицы был. И все равно все было хорошо. И наполнялось. Во-первых, зима у нас впереди. И бывает так вывалить снега за два дня, что хватит. Я верю, что будет все хорошо. Таким оптимизмом отличаются не все. Некоторые считают, что спасаться от засухи нужно серьезным трудом. Бурение скважин, переброска воды. Не северные реки, а вот рядышком что-то. Думаю, не надо надеяться. Сажать деревья, где старые реки были приставодные. Вытягивать воду из грунта. Заниматься вопросом экологии. И действовать своими силами. Крымские власти считают, что все будет в порядке. И засуха полуострову не грозит. Министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин и вовсе заявляет, что низкий уровень воды не повлияет даже на всход озимого урожая. Особенности крымского климата позволяют получать всходы в декабре и даже в январе. При достаточном количестве осадков в течение ближайшего времени мы имеем все шансы получить урожай озимых зерновых. Учитывая большой опыт руководителей сельскохозяйственных предприятий Крыма и взаимодействия всех органов власти Республики Крым, ответственных за аграрный сектор, а также помощь научных организаций, продовольственная безопасность жителей и гостей Крыма будет обеспечена. Впрочем, в министерстве пока не спешат прогнозировать размеры урожая в следующем году. В конце концов, на это может повлиять не только засуха, но и сильный мороз. Что касается запасов воды для населения, то ограничивать потребление пока никто не планирует. Остается надежда, что еще выпадут осадки, на которые природа не скупилась в прошлом году. Никита Егоров, Артур Добряков, Служба новостей и ТВ.